здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале хочу спросить вы выращиваете розы если ответ утвердительный это видео наверняка будет для вас полезно с приходом осенней холоду наступает момент когда нужно подготовиться к важному делу саду это обрезка роз обрезка роз обязательно ежегодная процедура если не сделать правильную обрезку ваши розы не смогут войти в период благополучной зимовки а летняя правильная обрезка роз обеспечивает обильное яркое цветение практически до конца сезона думаю вы об этом знаете как и что обрезать у розовых кустов зависит в первую очередь от сорта роз например чайно-гибридные розы это растение со средним ростом их обрезают на 3-4 глазка после такой обрезки они лучше цветут а вот палеантовые розы которые имеют склонность скуститься мелкими побегами лучше всего будут выглядеть после короткой обрезки на 2-3 глазка палеанты имеют небольшую высоту около 40 сантиметров мелкие цветки собраны метельчатые соцветия их нужно выстригать оставляя только несколько самых сильных победов если обрезка сделано правильно соблюдается баланс между корневой системой куста и его надземной части думаю вы часто наблюдали такое явление розы у которых корней мало а наземная часть большая страдают от нарушения питания они плохо цветут и часто болеют если ваши розы плохо кустятся образуют одиночные высокие побеги их нужно прищипывать чтобы образовывались боковые побеги иногда такое прищипывание я делаю несколько раз но сейчас в середине октября наша главная забота это конечно же подготовка роз в зиме к сожалению повлиять на погоду мы не можем поэтому нужно максимально правильно подготовить розы к зимовке и встречи их с зимними испытаниями и это в наших силах думаю вы знаете что начиная со второй половины лета азотные подкормки которые вызывают наращивание листовой массы следует прекратить азот затягивает период роста растения ранней осенью розы следует подкормить только фосфорно-калийными удобрениями такие удобрения останавливают рост способствует возреванию побегов и повышает устойчивость растений к холоду еще один эффективный прием который я использую прищипка растущих растений в начале осень если удалить точку роста то рост куста прекратится а питательные вещества начнут откладываться в стеблях и тканях растений также начиная с ранней осени и вплоть до заморозков надо сократить полив и рыхление грунта не стоит обрезать отследшие цветки причина все та же обрезка стимулирует рост побегов что нам осенью конечно не нужно начиная примерно с 15 20 октября постепенно обрывайте листву сначала на нижних ветках а затем на остальных удалите невызревшие побеги так мы искусственно создаем условия для начала вынужденной подготовки рост в цеме растения лишаются естественного дыхания и способности питаться через листья конечно так делают не все садоводы многие удаляют листья непосредственно перед укрытием почему не следует укрывать об лиственные растения потому что листья будут поддерживать процесс дыхания и испарение воды повышенная влажность под укрытием может спровоцировать загнивание и не только листьев но и побега слабые и больные не обрезневшие побеги не перенесут низких температур и могут послужить причиной гибели розового куста согласитесь будет очень прискорбно обнаружить это следующей весной чтобы не разводить на собственных клумбах грибковой инфекции все листья и срезанные побеги стоит убрать с клумбы а розы обработать 3% бордовской жидкостью после первых заморозков я розы сначала немного окучиваю а как только заморозки становятся устойчивыми я начинаю их утеплять опилками опавшей листвой соломой если таких утеплителей у вас под рукой нет можете смело использовать агроволокно большой плотности под ним розы хорошо зимуют дышат и не плесневеют а теперь за работу в моем саду около 70 кустов роз есть над чем потрудиться спасибо за просмотр лайки и комментарии не забудьте подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соц сетях скоро увидимся скоро увидимся скоро увидимся до конца до конца до конца Продолжение следует...